Эй, ребята, всем привет! Вы знаете, в Майнкрафт, оказывается, тоже есть прятки. И, конечно же, я решила в них поиграть. Но как же не сыграть в нашу любимую игру? Итак, выбираем Hide and Seek и отправляемся на карту. Ребята, мне так интересно, как это будет происходить в Майнкрафте. В Роблоксе мы с вами очень полюбили эту игру. Надеюсь, что и в Майнкрафте она будет интересной. Итак, игра предлагает нам выбрать предмет, в который мы превратимся. Ну, я выбрала для начала книжную полку, книжный ящик. И посмотрим, что будет происходить. Ребята, по-видимому, мы будем превращаться в разные предметы и прятаться... Ой, вот они мы, смотрите! Большинство выбрало книжные полки, книжные ящики. Ящики на ножках, это так смешно. Ребята, так, я вот здесь вот встану. Смотрите, как раз место для книжной полочки. Ну, кто поймет, что здесь не должно быть полочки. Очень-очень классно. Так, листики, листики, не ходите сюда, не ходите. Так, нам не надо, не надо привлекать внимание к нам. Итак, ребята, один человек нас ищет, нас 15. О, он одного уже нашел, поэтому нас осталось 14, а их уже 2. Итак, давайте привлечем внимание. Пи-пи-пи-пи! Используем все функции этой игры. Ребята, стоять, конечно, просто так скучно, поэтому я буду баловаться. Буду вот коровой. А, все, меня нашли. Ну, конечно, если вы не стоите тихо, а кричите во все свои погремушки, то вас быстро найдут. Но, ребята, с другой стороны тоже есть большой плюс, потому что теперь я буду искать остальных. Нас уже пятеро и нужно найти 10 участников. Слушайте, ну, искать сложно, тут так много всего. И каждый блок может быть игроком. Вот, например, книжный, книжный бокс куда-то убежал. Ребята, мы что, его не нашли? Представляете, под носом был участник, и мы его упустили. Нет, нет, вон он, вон он. Мы его преследуем. Почему все участники бегут за одной коробкой? Все, коробку догнали, нас теперь 6, осталось на эти 9. Времени еще 3,5 минутки. Поэтому я надеюсь, что мы всех отыщем. Так, здесь есть кто-нибудь? Ты-м-ты-м, никого. Так, а здесь тоже никого, тут никого. Вот, смотрите, как понять, что тут кто-то есть? Никак не поймешь. Прятки, прятки, как я люблю прятки. Ребята, как классно, что в Майнкрафте тоже есть прятки. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Эй, ребята, вы что, еще никого? Смотрите, опять они гонятся за книжками. Я тут перехвачу. Эй, книжки, куда книжки спрятались? Эй, книжки. Кстати, у меня тут есть блоки свои, я могу их ставить. Ха, интересно. Так, здесь я была и не видела, чтобы кто-то тут прятался. Поэтому вряд ли тут кто-то есть. Так, никого. На кухне тоже вроде бы никого. Ничего такого подозрительного нет. Так, вот ручка тоже нет. Все тут. Вроде бы как логично. А вот еще одна книжка убегает. Это уже такая привычная история. Кто-то в книжках убегает от толпы, от толпы предследователей. Итак, ребята, нас уже 8 человек и мы ищем семерых. О, я нашла, ребята, я нашла еще одну книжную полку. В общем, я поняла, большинство ребят выбирают книжные вот эти вот коробочки. И поэтому нужно больше обращать внимание на них. 90% участников это книги. Так, смотрим наверх. Смотрите, здесь еще есть и вторые этажи, друзья. Огромная-огромная карта. Так, вот этот блок мне не нравится. И да, ребята, это был участник. Вот это у меня глаз. Так, давайте с этой стороны посмотрим. Здесь нет, здесь все хорошо. Здесь мы уже были. Как нам забраться на второй этаж? Слушайте, такая большая карта для пряток. Это вообще просто супер. Так, так, здесь все зеленки родные. Чужих нет. Так, так, так. Ну, где же вы? Где же вы прячетесь пять человек? Так, если мы всех найдем, то мы выиграли. А если мы не найдем хотя бы одного участника, то он победит. А у нас уже целая армия поисковиков. Целых девять человек. Так, тут есть кто? Тут есть кто? Никого. Так, вот эти вот листики тут стоят. Нет, это просто листики. Так, так, тут, тут тоже никого. Тут никого и тут никого. Так, ребята, мы застряли. Мы застряли. Время одна минута, а нам еще пятерых найти. Ой-ой-ой, что-то мне кажется, что... Что мы не победим. Так, так, так. Смотрю, смотрю. Ребята, я первый раз играю в эти прятки. Так что... Так что не судите меня строго. Мне кажется, что я хорошо играю. Я уже сама нашла двоих. Представляете? Во всей этой огромной карте нашла двух. Так, а ну-ка. Нет, нет, показалось. Так, так, тут никого. Тут никого. Никто не двигается. Никто не пищит. Не скрипит. Все прячутся тихо. Не так, как бабушка. Шо-шо. Села и все свои погремушки достала. Так, тут никого. Так, тут никого, никого, никого. Где же вы, ребята? Ну пошевелитесь кто-нибудь. О, ребята одного нашли. Осталось еще четверых отыскать. Так, так, ну где же. Мне кажется, что мы нашли все книжки. Поэтому я сейчас прощупываю зелень. Так, вот эта зеленочка там стоит. Так, как запрыгнуть-то? Ну-ка, давайте пощупаем ее. Тын-тын-тын-тын. Нет. Здесь тоже непонятно. Все, игра закончилась, ребята. Ты-ды-дын-ты-ды-дын. Мы не выиграли. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут на пьедестале. Ты-ды-ды-ды-ды. Команда тех, кто прятался, выиграла. Итак, человек, который дольше всех прятался. И человек, который нашел больше всех игроков. В общем, ребята, меня среди лучших игроков нет. Ну, это и понятно. Я первый раз играла, поэтому чего мне делать среди лучших? Я пока еще новичок. А вот сейчас, во второй раз, я как постараюсь. Ну что ж, игра начинается. Я в этот раз выберу... Так, так, кого бы выбрать, кого бы выбрать. Книгами я теперь точно не буду. Я поняла, что большинство их выбирают. Пожалуй, буду-ка я, знаете кем, арбузом. Ха-ха, арбузиком. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, начинается игра. Итак, я превратилась в арбузик. Вот такой миленький, смотрите. Ой, а в этот раз большинство ребят выбрали какие-то коричневые блоки. Ха-ха. Так, арбуз, арбуз. И куда теперь мне встать? Смотрите, какой красивый городочек. Какие красивые домики. Разноцветные. Очень классно. Ребята, мне нравится этот город. Так, куда арбузу спрятаться, куда арбузу спрятаться? Так, что-то мне кажется, что я буду тут подозрительно смотреться. Так, ну-ка. Вот, смотрите. Мне кажется, очень подозрительно. Хотя, знаете, смотрите, тут все такое разное стоит, что может быть никто и не догадается. Может быть никто и не догадается, что тут лишний арбуз. Так, поисковики рядом, их двое. Мы 13 человек. Ну, вы знаете, мне скучно просто тихо стоять, поэтому я опять буду крякать и бегать. Привлекать внимание. Я хочу, знаете, выиграть эту игру, не просто где-то спрятавшись и тихо простояв, а вот так вот, провоцируя игроков, рискуя жизнью арбуза. Так, давайте посмотрим, что тут на втором этаже. Очень красиво. Коврики, лежаночки. Так, и давайте спустимся вниз, потому что арбузу там будет скучно. Ой, смотрите, они рядом, они рядом. Так, ладно, давайте останемся на втором этаже и покрякаем откуда-нибудь отсюда. О, ребята, они могут меня увидеть. Кстати, я видела там бегающий, бегающий коричневый яблок. Я его отсюда вижу со второго этажа, а поисковики не видят. Смешно, смешно. Так, их уже трое, а нас 11 тех, кто прячется. Итак, вот здесь. Так или нет? Где спрятаться арбузику? Так, 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 квадратный арбуз. Ребята, кто из вас видел квадратный арбуз? Я, честно говоря, никогда не видела. Только на картинке говорят, что в Японии выращивают квадратные арбузы. Но я думаю, что они просто загоняют эти бедные арбузы в какие-то квадратные формы. И у арбуза просто нет другого выхода, как вырасти квадратным. Вот такое издевательство над арбузом. Японское издевательство. Так, ребята, давайте посмотрим. Смотрите, их уже 5. 5 противников. И в моей команде 8. 8 человек, которые прячутся. Мы должны победить, ребята, в этот раз. Давайте постараемся. 2 минуты продержаться. Ну, почти 3. Так, 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 я стою, я стою. Я тут пока не крякаю, не двигаюсь, потому что это опасно. Ну, я, конечно, люблю рисковать. Но, знаете, не так, чтобы прям уж очень сильно глупо, когда у тебя под боком стоит поисковик. Вот я крякнула и убегаю, убегаю, убегаю. Эй, найдите арбуз. По-моему, они все там бегают за кем-то другим, а арбуз они не видят. Эй, ребята, посмотрите наверх. Я тут, я тут. Ну, кто-нибудь, бегите наверх. Эй. Пух, пух. Ква-ква. Так, чтобы мне еще такого сделать, чтобы... Чтобы меня увидели, но при этом не поймали. Куда все убежали? Смотрите, кто-то вышел из игры, поисковиков осталось всего 3. Ммм, это маловато. Надо, наверное, им помочь. Они там, наверное, уже раскисли, расстроились. Думают, нас так мало, мы никого не найдем. Надо их как-то немножко прибодрить. Ой-ой, кто-то идет, ребята, кто-то сюда идет. Вы видели? Так-так, прыгаем в окошко и... Опа, вот здесь будет самое хорошее место. Я буду всех видеть. А меня, надеюсь, никто не заметит. Хотя нет, нет-нет, давайте спрячемся получше. Так-так, на кухне. Ммм, так, вот здесь. О, ребята, они близко, они очень близко. Видите вот эти красные названия? Красные имена, это означает, что поисковики где-то тут. Ой-ой-ой, ребята, одна минуточка осталась. А я прям... Прям в окружении. Нас 3 человека осталось, ребята. 6 поисковиков и нас 3. И минута времени. Ну-ка, давайте проверим вашу интуицию. Поймают меня или нет? Поймают или нет? Выиграю я или стану поисковиком? Ну-ка, ну-ка, ребята. Пишите в комментариях. А когда игра закончится, через минутку узнаем. Вы были правы или... Или ваша интуиция вас подвела. Так-так-так, смотрите. Вон они, вон они. А-а-а, ребята. Я боюсь, я боюсь. 45 секунд осталось. Вот, пожалуй, я вот тут спрячусь. Может быть, они не достанут? Их уже 7. Они еще кого-то нашли. А-а-а. Так, иду на риск. Пипи-пип. Ха-ха. Начинаю рисковать, ребята. 30 секунд. А-а-а. Арбуз тут. Никто не видит арбуз. Все рядом. Я их вижу. А они меня не видят. Я тут и квакаю, и бегаю. Ха-ха-ха. Э-э, ребята. Кто хочет арбузика? Так, никто не хочет. Они там где-то... Смотрите, 2 человека осталось найти. А-а-а. 15-13 секунд. Ребята, ребята. Неужели, неужели я продержусь? Так. Так, так, так. Давайте посмотрим. 4 секунды. И все. Можно выходить. Мне кажется, уже никто меня не достанет. Ха-ха. Все, ребята. Игра закончилась. Ура, ура, ура. Ха. Мы выиграли. Вот это я люблю. Побеждать я люблю. Ха-ха-ха. Так, так, так. Смотрите на пьедестал. Бабушка Шо-Шо. Вот она. Вот она на третьем месте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Классно ли, ребята. Я очень-очень рада, что в Майнкрафте есть наши любимые прятки. Ура. Ну а сейчас, скорее смотри, вот это видео. Игра называется Просто Строй. Там тоже очень интересно. И очень развивает творческое мышление. Ну, прежде чем нажать на картинку, не забудь поставить Майнкрафтский лайк. Ну и, конечно, подпишись на канал. А то пропустишь все самое интересное.